Приветствую вас и мужчина. В этой ситуации повел себя так, как человек излишне самоуверенный, излишне зацвекленный на себе, может быть эгоистичный, считающий, что вы, в силу того, что, значит, младше него на 15 лет, видимо должны ждать его, когда он свозволит подойти к вам и, собственно говоря, восхищаться им. То есть, это человек, который, в принципе, очень гордился, это человек, который чувствительен к тому, когда что-то идет не так, не по его. И спорить, что человек любит, не просто так. Ведь спорят те, кто так или иначе не уверены в себе. И спорят те, кто сомневается в себе, в том, что они могут, в том, что они знают, в том, что они представляют из себя. Им нужно доказать свою точку зрения. И они это стремятся сделать. И то, что мужчина любит спорить, и то, как мужчина себя ведет, говорит о его склонности, возможно, к тирании, и, возможно, к контролю, возможно, о стремлении к авторитаризму в отношении, когда ему все должны подчиняться. Ну, или, по крайней мере, те, кто, в данном случае, как-то имеет отношение к нему, или он сезвонил иметь отношение к ним. В данном случае, это идет речь о вас. В этой ситуации, мужчина, конечно, ведет себя, как ребенок. То есть, как каприз. Ребенок, у которого, вот, которому не дали любимую игрушку. Он к вам подошел, вроде бы какая-то беседа завязалась, но потом вы ушли. Вы ушли к подругам, и это было, в принципе, совершенно нормально. Но мужчина почему-то не считают нужным, не считают возможным для себя за вами ухаживать. Возможно, для него очевидно, что вы уже готовы и уже должны воспринимать его, как своего, например, будущего мужчину. Ну, понятно, что это не так. А вот проигрывать, или чувствовать себя в той или иной степени ущемленным, ответственным, хотя в действительности вы даже и этого ему не делали. Но человек неуверенный в себе всегда найдет. Всегда найдет подтверждение тому, что у него на уме. Например, если он сомневается в себе, он найдет даже в самой невинной фразе подтверждение этому. Как бы вы сильно ни старались, так бы вы ни фиксировали то, что говорите, он найдет. Просто потому, что он на этом сконцентрирован, он думает об этом. И все его мысли направлены именно туда. Вы просите сформулировать, что движет этим мужчине. И обидеть можно так. Им движет желание показать все вам, что с ним так поступать нельзя. Им движет желание показать вам собственную цену. Но только это не показ своей цены. Это не защита своего личного пространства. А это обидчивость. Это ребячество. Это несерьезность. И что самое плохое, это принципиальность. Принципиальность, которая, в общем-то, ничего хорошего ни вам, ни ему не принесет. И поэтому мужчина, даже сам, с того не осознавая, демонстрирует вам, вот смотри, что тебя ждет, если ты будешь со мной. Смотри, куда и к кому ты угодишь. Но понятно, что человек этого не понимает. Ему кажется, что он делает что-то правильно. Ведь он руководствуется своими переживаниями. А они говорят ему, что вы поступили плохо. По отношению к ним. Ну, это особенности восприятия человека. Вы здесь не описали, сколько лет вам и сколько лет мужчине. Но, если мы предполагаем, что он уже в том возрасте, когда вполне можно создавать семью. Так вот, тот факт, что у него до сих пор нет семьи, как раз таки и говорит о том, что характер у него не самый гладкий, как вы сказали. И что он себя чувствует из-за этого не совсем комфортно, не совсем полноценно. Потому что он понимает, что уже пора. Уже пора. Но гордость не позволяет делать самому шаги. Вот и происходит такая ситуация, что взрослый серьезный мужчина, а ведет себя как ребенок. И в этой ситуации вам лучше всего будет просто безразлично реагировать на то, что мужчина делает. Ну, хочет человек ребяшица, пусть ребяшица. Хочет человек позорить сам себя, пусть позорит. Хочет выставлять себя на басмешище, пусть выставляет. Рано или поздно, к нему придет осознательно, что двигается он не в том направлении, и он начнет что-то менять. А до тех пор воспринимать его серьезно, вам не нужно, не стоит. Это бы потому, что такой человек не воспринимает другого мнения, кроме своего. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо. Спасибо. Спасибо.